Предприятие, выпускающее такой продукт, пока единственное в крае. В год в его цехах планируют делать до 6,5 тысяч тонн листов пластика. Официальный старт работе завода дал губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев пожелал руководству и сотрудникам успеха в производстве востребованного сегодня материала. А также отметил, что подобные предприятия среднего бизнеса устойчивы к экономическим кризисам. Это предприятие находится в сельской местности. Значит, на селе будут рабочие места, налоги от этого предприятия пойдут тоже в районный бюджет. И принципиально важно, и я уверен, что оно будет максимально интегрировано в социальную жизнь людей, в социальную жизнь селян, тех, кто живет и работает в сельской местности. В этом случае не будет оттока молодежи в город. Почему принципиально, чтобы село развивалось? И вот такие предприятия среднего бизнеса, они очень хорошие и высоко рентабельные, я уверен. И дай бог, чтобы продажи шли на высоком уровне. Они, конечно, очень основное и, наверное, главное подспорье сегодня для сельских районов. Поставлять поликарбонат предприятие будет не только в районы Кубани, но и в другие регионы страны, в том числе в Ставрополе и в Республику Крым. Основной потребитель – это аграрии. Чаще всего листы поликарбоната используют в строительстве теплиц. По словам производителей, по качеству их материал ничем не уступает импортному из Израиля или Германии.